Вероника Ягушинская. Кухарка для дракона. Читает Галина Горыня. Глава первая. О том, как опасно быть блондинкой. — Кора! Слышь, че на ошибают! — окликнула меня рыжая конопатая Марыська и, не дожидая, затороторила, спеша поделиться свежей сплетней. — А дракон-то наш опять плюшки раздает! — И че? — устало бросила я, вынимая из мойки тяжеленную чугунную сковороду. А ведь мне ее на полку тащить через всю кухню. — Че-че! Пучок через плечо! — передразнила меня девчонка и, услужливо, нет, не помогла донести кухонный инвентарь, а поставила в освободившуюся мойку стопку тарелок, которые после графского ужина мне предстояло перемыть. — Так графу нашему тоже приглашенница прибыла! — Чтоб он, значит, дочку свою на смотриный вез! — счастливо сверкая голубыми глазищами, пояснила Марыся. — Ну и? — пропыхтела я в обнимку со сковородкой, огибая острые углы бесконечных столов. Кухня у графа была огромная и готовили тут каждый день помногу. — Так она ж уже того! — понизив голос до заговорщицкого шепота, сообщила мне девчонка через всю кухню. — Чего того? Устала, смахнув под солба, я закрыла створки шкафчика с посудой и направилась обратно к мойке перемывать уже тарелки. Кажется, спать я лягу только завтра. Обычно на графской кухне я готовила, но недавно меня разжаловали из поваров посудомойки. В очередной раз. Молодой веконт опять нашел к чему придраться. И, несмотря на явное недовольство отца, понизил меня в должности. Надеюсь, ненадолго, хотя кто его знает. В прошлый раз мыть посуду практически задарма мне пришлось три месяца. Жалование у посудомоев было смехотворным, в отличие от поваров. И это означало, что пока меня снова не повысят, свобода моя откладывается на неопределенный срок. Заодно только это я готова была возненавидеть наследника старого графа. Но, увы, поводов и без того хватало. С самого первого дня, как только тиран Ридейра, которого, заглазая давным-давно переименовала в тирана, увидел меня, он придирался ко мне по любому поводу. Ему не нравилось во мне абсолютно все, начиная с платья, которое из этого гада пришлось испортить, и заканчивая слишком тихим, по его мнению, голосом. — И как ты в этом собираешься готовить? — ехидно ухмыльнулся высокий красивый брюнет, едва я понурая переступила порог кухни. — У меня ничего другого нет, — уныло буркнула в ответ. Настроение было на нуле. А каким еще оно могло быть, когда практически в одночасье я осталась без семьи, без дома, без титула, хотя формально меня его и не лишали, да еще и при опекуне, который меня ненавидит непонятно за что. И все это в шестнадцать лет, когда все подруги, вдруг ставшие бывшими, выходят в свет, посещают балы и театры, очаровывают кавалеров и просто живут в свое удовольствие. — Что ты там бормочешь? — раздраженно процедил тиран и, больно схватив за плечо, развернул к себе лицом. — Говори громче. Я задал вопрос и жду ответа. — У меня нет другой одежды. Максимально спокойно повторила я, нервно комкая подол шелково-бордового платья, единственное, которое осталось от прошлой жизни. — Великолепно! — всплеснул он руками, наконец-то выпустил меня из захвата. — Тогда переделаешь это. Нижние юбки отпороть, подол укоротить до колена и перекрасить в черный цвет. Пигмент возьмешь в кладовой. А слушаться опекуна, увы, я не могла. Пришлось всю ночь варить в большом котле любимое домашнее платье, чтобы наутро достать невообразимое нечто в кошмарных бурых разводах. На следующий день надо мной смеялась вся кухня, а старый граф, едва зайдя, лишился дара речи и мигом отдал управляющему приказ выдать мне положенную прислуге форму. Положенную! Как оказалось, тиран надо мной просто пошутил, как он потом сказал отцу, но раскаяния в его словах не было ни на грош. Я проплакала всю ночь над зря испорченным платьем, последним напоминанием о былой беззаботной жизни, а потом утерла мягким шелком слезы и сожгла его в печи. Огонь благодарно пожирал ткань, тепло очага высушивало мокрые дорожки на щеках, а я, успокоенная мерным треском поленьев, с тоской отпускала благополучное прошлое. Прошлое, которое никогда уже не вернется. Жизнь продолжалась, и приходилось приспосабливаться к новым условиям. К сожалению, платье оказалось лишь первой каплей. Тиран, похоже, решил извести меня придирками, а как можно придраться к кухарке? Элементарно! Где-то через месяц после завтрака меня неожиданно вызвал к себе в кабинет старый граф. «Что это?» — с порога заявил полноватый пожилой мужчина, брезгливо поднимая двумя пальцами длинный волос. «Чей-то волос?» — уже понимая, к чему он клонит, осторожно ответила я. «И что он делал в моей тарелке?» — вкратчиво поинтересовался граф. «Лежал, наверное», — легкомысленно пожала плечами в ответ. «К приготовлению завтрака в тот день я даже не притрагивалась, всецело занимаясь обедом. Поэтому и угрозы не распознала, искренне считая, что правда на моей стороне». «Правда, может быть, и да, а вот справедливость...» Графу мой ответ явно не понравился. Он глубоко вздохнул и разразился длиннющей тирадой на тему гигиены, ответственности и прочее, прочее, прочее. Оставалось лишь молча внимать, опустив взгляд долу и делая вид, что мне крайне стыдно. Сомнений в том, кому я обязана этой выволочкой, не было. Тиран стоял за спиной отца и с мерзкой ухмылочкой следил за мной. «Волосы, как всем прочим поварам, острич!» Грозно хлопнул рукой по столу Ридейра старшей, отчего я нервно вздрогнула, до конца так и не осознав, что только что произошло. «Ради тебя мы пошли на нарушение инструкций. Но раз ты не способна этого по достоинству оценить, то будешь теперь, как все». Я стиснула зубы, но промолчала. Хотелось закричать и вцепиться ногтями в эти холеные рожи. «Но в таком случае я мигом бы лишилась работы, единственного источника, хоть и скудного, но дохода». «Тебе ясно?» потребовал ответа граф. «Да». Вынужденно согласилась с ним, про себя уже придумывая способы спрятать свое сокровище. Волосы всегда были моей гордостью. Длинные, шелковистые, светлые локоны доходили до талии и были очень густыми. «Просто так не спрячешь, но если раздобыть тугую сетку...» Я уже развернулась, чтобы идти работать дальше, как неожиданная боль пронзила затылок. Я дернулась, стараясь ослабить напряжение оттянутой назад длинной косы, но сделать ничего не смогла. Миг и кожа на затылке обдала непривычным холодом. Освобожденные из плена тугой прически локоны завелись пружинками и упали на лицо. «Еще раз в еде будет волос!» «Обрею налысо!» — вкратчиво пообещал мне на ухо тиран, довольно крутя в руках мою отрезанную косу. Меня начала бить мелкая дрожь. Я стояла истуканом и не могла поверить в произошедшее. «Как так? Меня, княжну, остригли, как какую-то кухарку!» «А ты и есть кухарка!» — нещадно всплыла горькая мысль. Тиран широко улыбнулся и презрительно бросил. «Свободно!» Я развернулась и на негнущихся ногах направилась к двери, по дороге услышав от графа тихое недовольное замечание. «Зачем ты с ней настолько жестоко?» Ответа дожидаться не стала. Да и не услышала бы ничего. В ушах стоял гул. Сердце колотилось, как бешеное, а в глазах застыли слезы. Горькие слезы унижения. Как дошла до ближайшей кладовки и заперлась там, я не помню. Рыдала тогда на взрыд. Наверное, час, не меньше. А в это время на кухне подгорала шарлотка. Криво обрезанные пряди я убрала под косынку. А придя обратно на кухню, услышала ехидное. «Ну что, книгинька, теперь как мы, правила для всех писаны!» Злорадствовали слуги еще долго. После этого Тейран вместо приправ в супе получил смесь слабительных трав. А я впервые отправилась мыть посуду. Тейран вместо приправ в супе получил смесь слабительных трав.